Вот так домик мне понравился. Цветы Амели. Такой как маленький замок. Хорошенький, миленький. Там комнатные растения и такие растения продают. Вот так вот. Очень миленький домик. Аккуратненький. Там у него не облезло, а там цветы. Просто, ну, уже как бы пожелтели. Там был вьюн летом. Улица Гагарина, 78. Проезд в маршрутке. Вот маршрутки. Маленькие вот такие машинки, это все маршрутки. Проезд стоит 23 рубля. Везде. Троллейбус, маршрутка. В общем, везде. Единая цена. Но если ты будешь расплачиваться картой МИР, Сбербанка, то проезд будет дешевле на 4 рубля. А то есть 19 рублей. Об этом гласит вот такая данная реклама. Это проверено. У Жени есть как раз карта МИР. Он ею расплачивается. И проезд действительно стоит 19 рублей. Тоже такое вот, как крыльцо. Нет, не крыльцо, а козырек такой массивный. Вот такие старинные фонари и канделябры висят. Реставрируют. Вот так идем прогуливаемся. Ну, мы идем Женю встречать с работы. Он уже поработал. Сказал, что нас будет здесь ждать. И мы его будем ждать. Поэтому так решили мы. С Олей идем. С этим деревом какие-то шарообразные кусты. Они настоящие, поди же? По крайней мере, да, настоящие. Они просто там железная арматура. И вокруг нее обвита. Нет, наверное, не искусственные, Оль. Да? А зачем они там? Ну, украшают так, видимо. Я потрогаю. Да, они пластиковые. А-а-а! Так странно. Украшают. Вот тут какой-то, не поймешь, рыба-чудо-юдо, рыбакит. Ну и вот. Коловрат. Евпатий-коловрат. Коня на скаку, в общем, останавливает он. Да, Евпатий-коловрат называется. Евпатий-коловрат. Это заменитый. Профиль такой красивый. Давай. Узнаю сначала. Зайду в интернет. Легендарный русский богатырь, оказывается. Герой Рязанского народного сказания 13 века. Времен нашествия Батыя. Вот так. И является единственное упоминание о нем. Повесть о разорении Рязани-Батыем. То есть он рязанский богатырь. Вот оно что. Вот так. А мы и не знали. Конь, видать, на таком скаку бешеном летел, что у него аж волосы назад, вот на копытах. Он его тормозит, останавливает. Охотится, наверное. Ну вот. Летом 100% здесь вода бежит, потому что мокро. Недавно, видимо, отключили мишки. Играют сами в воде. И вот такие миленькие домики. Очень мило смотрится. Там скамейники. То есть можно посидеть. Сквер приятный, очень милый. Такой красивый. Аккуратный. Напротив нас перимедальные тополя. Стройные, как кипарисы. Стоят. Решили мы подняться все-таки туда. Там он, потому что ангелочки есть. Хотим посмотреть поближе. Женя написал, нам скоро придет. Пока он идет. Мы здесь обзорку сделаем. Как здесь красиво. Цветы. Ангел-музыкант. Ангел музыки, то бишь, наверное. Они все тут ангелы музыки. Все на чем-то играют. Беседка вот с золотым куполом. Тут тоже и скамейки. Можно сидеть, на все сверху обозревать. Скамейки прямо много. Все места хватит. Такие классные колумбари в вазонах. Тут этот пиццерия Неаполь. Итальянский ресторан. Молодцы. Хорошо оформлено все. Кафе Вена. А вот и сам рисунок Вены. Вот можно посидеть и на таких скамейках. Под деревом. Сюда садишься. Итого деревца. Ну и молоденькое дерево. Не такое развесистое. Много. Нет листа еще. Ну вот я под него села. Джулиас. Кофе такое. Мы покупаем. Венский кофе. О, там тоже вам что-то. Вам оттуда сходить. Когда, конечно, красиво цветами вот оформляют. Здесь вот виноградник. Листья совсем маленькие. Что-то молоденькие. Ну, летом-то, наверное, было здесь достаточно. А внизу вот уже все. Вот еще прям заживые цветы. О, колонка. Смотри. В старинном таком стиле. Не знаю, вода отбежит или нет. Интересно. Ну, рукоятки ничего нету. Нет, наверное. Ну, хотя там вот вода есть. И текамейкой прикрыли колодец. Ой, ну смотри, как развесистые эти. Кафе Старогород. Закрыто. Что вы закрылись? Ой, такая это фасада оформлена очень хорошо. Таким, не такой. В старинном стиле. Здорово. Уютненько, очень здесь уютненько, очень мило. Кухня, русская кухня, вывеска. Здорово. Вот каркас елки даже на лето не убирает. Вот так и стоит она. Может, когда-нибудь ее убирают? Наверное, летом стоят столики, потому что зонты от солнца, скажем так. Это лондонский автобус. Ну, он никуда не ездит. Он под кортки на колесах. Просто стоит, как декор. Вот прямая дорожка. Здесь можно на велике и на коляске спуститься в этот парк. Вот так она вот так вот идет. Вот эта розовая. Она вот так вот и идет туда. А это вот на ступеньках серая. То есть вот серая пошла. Любит варианты. Правильно. Женя встретили с работой. Он, конечно, кушать же хочет. Поэтому мы сейчас зашли. Ну, тут такой вот кафос в торговом центре. Называется «Сковорода». Вот. Зашли сейчас покушаем. Что-нибудь такое. Ну, не сильно много. Что он там может взять. Я чай себе возьму сейчас. Они придут, чтобы вещи не оставлять. Я сижу, жду их. Потом они придут. Я пойду себе возьму что-нибудь. Ой, уже все подъели, правда. Что-то быстро поели. Ну, я тут салатик себе брала, ледя, и компот себе взяла. Все в телефонах сидят. На вид очень вкусный. Ой, ну, такой аппетитно, хорошо выглядит. А на вкус, Оля, как? Как всегда, недосолено, недоперчено. На мой вкус. Ну, а вообще прилично есть-то можно? Сейчас по перчу, и будет вкусно. И посолю. Разноцветный. Много молодых людей, сколько успела заснять. Ты-то, конечно, зря я махнула. Тебе, Оля, можно в Индию ехать смело. Что у тебя побольше перца, да? В Индии, да, все такое насыщенно, перчено, солено. Тебе там еда, значит, понравится. Тебе быть там комфортно. Наверное, да. То есть там не какие-нибудь живые жуки? Нет, они же вегетарианцы. Там больше половины. Вон две негритянки пошли. Много тут корченых людьянок, негров. Корейцев, китайцев. Вон корейка сидит, кушает в кафе. Так, что, на выход. На выход мы все, да? А выход вон там же где-то. Вон там мы заходили. Не то он качает. Не то качает. Не то качает. А попробуй? Лазерную диагностику глаз какое-то приложение мне дает. Смотри, скачайте приложение. Вот смотри, так оно у тебя называется? Нет, вот именно. А ты набери просто так. В флеймаркете просто от руки набери вот это название. Еще какой-то сквер. Там у них есть такие названия. Верхний и нижний. Вот это, наверное, либо нижний, либо верхний. Выкапывают уже все. Еще на остатки цветов. Это капуста такая декоративная. Уже остаточки. Туда еще продолжаются детские площадки. Памятник Есенину. Так себе. Как-то зачем-то голову, как-то куда-то наклон сделали. Неудачный памятник. Ну, а сам сквер нормальный. Вот так здесь выглядит дом Ленина, 22. Вот театр. Театральная площадь. Оля, Цаолковского 2, да? Да. Ну, и мне кажется, это вот этот дом. Там было написано, туда Есенина улица, а сюда Цаолковского. Я так подозреваю, что это вот этот дом. А таблицы кто-то прикупит. Нет, там написано же, говорю. Вот театр. Лариса Рубальская будет здесь, 28 октября. Улица называется Цаолковского. На этой улице стоит и памятник Цаолковского. Сейчас попробую снять. Через дорогу он вот. Авторская пекарня. А, авторская пекарня. Ага. Уголок такой с этими елками, с ельями, не пойму. Смотрят дом, где снять квартиру у нас в следующий раз. Вот поэтому выходим, тут адреса смотрим. Цаолковского 2. Вот тут недалеко, кстати, до Кремля дойти. Вон, видите, Кремль уже, да? Кремль это просто церковь там какая-то? А, церковь. Ну, как то же самое, с той стороны тоже он покрашен, а здесь он просто серый. Ну, по крайней мере, остановки все рядом. Жень, на 14,5 она пишет, что платит за квартиру. В общем-то... Так, тот дом, который мы посмотрели, там, видимо, уже сняли квартиру. Нет, не открывается уже в Авито, объявление, видимо, сняли. А так было удачно. В центре, в самом остановке рядом. Дальше сейчас пойдем к ним дома посмотрим. Поехали практически... Ну, не окраина города, а новый район, застройка нового района. Наверное, потом будет здесь красиво, потому что, ну, на картинках, где показан этот район, вроде как он и неплохой. Тут уже зато есть торговый центр, даже уже есть корова. с молоком все жильцы будут и с мясом. Так, торговый центр называется Круиз. Здесь же есть морская школа, наверное, дайвингу обучают. Не знаю, что ему еще там можно обучаться. Вот так. Ну, это далековато так от центра. То есть погулять здесь, например, выйти погулять вечером, здесь, конечно, не очень хорошо. Три остановки от драмтеатра. Ну, погулять вечером, три остановки идти к драмтеатру. Это же тоже не очень хорошо. После работы люди пришли и пошли туда гулять. Потом, конечно, будет здесь нормально, когда все сделают. Будет отлично. Брат, почему там учат в этой школе морской? Разноцветные дома. Здесь разноцветные. Это шоколадные. Там белые. Довазная тройка. Такая вот ремонтируй дорогу тут собрались. Насыпали камни. Утрамбовываем, идем камни. Улица весенняя. Весенняя улица. Весенняя. Весна. Очень много, кстати, идут ремонтных работ по дорогам. Прям кругом вон стоят эти рабочие, которые наводят порядки. дождик опять с зонтом. Ну, он так он не сильный, но все равно ремонтируют. Дождь. Ну, мы видим там молодежь. Какие-то соревнования, наверное, проводят. Продолжение следует... Продолжение следует... Дождь. Продолжение следует... Продолжение следует...